Успехи, недоработки и планы на будущее в Абазинском районе подвели итоги деятельности за 2023 год. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Подробности у Алибаташева. Первой по активности обсуждения жителями района в соцсетях стала тема дорожного хозяйства. Реконструкция и ремонт дороги Заул-Альбурган-Ваул-Кубинов была начата три года назад. На сегодняшний день мы положили около 12 километров асфальта. Данная дорога является четвертой категорией, присвоена четвертая категория. Ширина полосы асфальтобетонного покрытия 6 метров, сама 10-метровая. Вся дорога, весь участок дороги занимает 23 километра. Завершен капитальный ремонт средних школ у Лапсыша аула Кубина. Созданы парковые зоны в Анжичукунском и Псышском сельских поселениях. Одним из приоритетных направлений деятельности администрации стала поддержка участников СВО и членов их семей. Глава Абазинского района Руслан Кужев в своем докладе отразил все направления деятельности районной администрации. Экономику, здравоохранение, образование, культуру, социальную сферу и сельское хозяйство. Я считаю, что годы отработали удовлетворительно. Будем стараться, проблем много. Это и водоснабжение, где-то практически завершено, где-то частично, где-то еще много работы. Но мы делаем проекты, сметы. Стараемся участвовать на всех федеральных программах. В этом году мы заявились на практически около 300 миллионов на столько видов работ по комплексному развитию сельских территорий. Ждем результатов отбора. Очень емкий был доклад. Всем направлениям, в котором мы участвуем, это и по транспорту, и обеспечению безопасности, и в развитии энергетики, и промышленности. У нас тесное взаимодействие. Сегодня мы увидели, что работа по итогам прошлого года была депутатами высоко оценена. Ну, соответственно, план на 2024 год синхронизированный с нашим министерством. Будем, безусловно, двигаться в этом направлении дальше. В целом, объем финансирования национальных и региональных проектов в 2023 году составил порядка 31,5 миллионов рублей. Объем собственных доходов Абазинского района свыше 90 миллионов, что составило 102,6%. Али Баташев, Фатима Хунова, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева, Черкесия.